Вот здесь пустыня, а у застройщика деревья. Понятно, для кого строил. Больше слышно шума от ЗСД, нежели чем от стройплощадки. Хотел кушать, что сгрыз просто весь этот цемент. Ну, вот тебе и комфорт класс. Сразу понимаешь, есть спам-эквитанция, либо его нет. Но для меня хороший показатель посмотреть качество дома после его сдачи. И они придумали ломбард для вас. Все это маркетинг. Ну, это чтобы лучше слышать соседей. Ну, вы уже и сами знаете. Ну, представьте, с каждого этажа по 4 сантиметра. Хорошая так себе экономия. В доме-то комфорт класса. Вы будете слышать и соседей, и кто приходит. С одной стороны, даже это удобно. Друзья, добрый день. Гавань капитанов – красивое и звучное название. Но все ли так хорошо, как рассказывает нам застройщик? 21 марта 2018 года застройщик сдал первый свой комплекс на намывных территориях Васильевского острова. Жилой комплекс «Капитан Немо» построен по монолитной технологии с виндфасадом. 17 этажей, подземный паркинг, 6 секций и 656 квартир. Квартирография комплекса говорит сама за себя. 76% общего объема квартир – это студии и однокомнатные квартиры. Понятно, для кого строил этот дом застройщик. Застройщик позиционирует дом как комфорт класса. Я считаю, что это дом эконом-класса, и вот почему. Разводка системы отопления вертикальная. То есть нам за занавесками придется прятать трубы отопления. И нашему изоляции это, конечно, не лучшим образом скажется. При строительстве дома, аналогично, как и здесь, мы на фасаде с вами видим кирпич. Но частично межквартирные стены к соседям, а также стены на межквартирный коридор выполнены из керамзитобетонных блоков в 20 сантиметров толщиной. Сам блок, друзья, пустотелый. Вы будете слышать и соседей, и кто приходит и ходит по коридору. С одной стороны, даже это удобно. Я не против керамзитобетонных блоков. Но я считаю, что стена должна быть на порядок толще. Но если будет стена, соответственно, толще, то площадь квартир будет меньше. Ну а мы с вами платим за что? За получить квартиры, естественно. Монолитное перекрытие в 16 сантиметров толщиной. Обычно строят перекрытие в 20 сантиметров толщину. Ну, представьте, с каждого этажа по 4 сантиметра. Хорошая так себе экономия. В доме-то комфорт-класса. На вторичном рынке однокомнатная квартира в этом доме стоит от 7 миллионов рублей. В черновой отделке. Стенами к соседям из керамзитобетонных блоков. Ну, это чтобы лучше слышать соседей. Ну, вы уже и сами знаете. Сейчас застройщик нам на мывных территориях возводит Магеллан, Колумб и Нахимов. И позиционирует эти дома комфорт, комфорт плюс и бизнес-класс. Но, друзья, все это маркетинг. Все эти комплексы могу лишь назвать человейниками. Потому что в них огромное количество квартир. А если быть точным, 2522 квартиры и всего 1016 мест в паркинге. Если посмотреть сверху, то сразу видно, что комплекс представляет из себя большой прямоугольник. И тут у меня вопрос. Как при такой позиционировании домов у них может быть разный класс жилья? Отличие-то только фасадов и по стоимости. Это, знаете, директор собрал совещание. Сидят маркетологи, директор. И директор говорит, ребят, а вы знаете, я хочу продавать квартиры дороже. Думайте, как сделать. И они придумали. Сборная лестничной марши, вентиляция, перила из черного металла, заниженная толщина перекрытий, сплошное панорамное остекление, забытые проемы, монтажные отверстия, зачеканенные цементом, металлические перемычки. Это все я увидел из фотоотчетов застройщика. Это все напрямую зависит для вашей комфортной жизни. Вы же не хотите, чтобы соседи слышали вас, а вы их. Как будто в гости зашли к соседям, но на самом деле в своей квартире. Вот поэтому при выборе квартиры для жизни вам нужен специалист, чтобы не приобрести эконом-квартиру по стоимости комфорт либо бизнес-класса. После просмотра фотоотчетов застройщика много хотел о чем вам рассказать. Но не хочу расстраивать тех, кто уже приобрел здесь квартиры для жизни. Если у вас остались вопросы и нужны разъяснения, напишите об этом в комментарии. Я, когда подбираю квартиры для клиентов, всегда обращаю внимание на уставной капитал застройщика. Чем уставной капитал больше, тем мне и клиенту спокойнее. Да и уставной капитал должен отвечать определенным требованиям по объему. Уставный капитал застройщика должен быть полностью оплачен и составлять не менее, чем установленный минимальный размер в зависимости от общей площади всех жилых и нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов или иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию, строительство которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства. Есть компенсационный фонд, куда застройщики направляют часть денежных средств от продажи квартир. Если вдруг пойдет что-то не так, то за них этот дом достроит другой застройщик. Но здесь застройщик этого не предусмотрел. Это мы с вами видим из проектной декларации. Захожу на сайт застройщика, смотрю документы. Вот я вижу типовой договор участия в долевом строительстве. Смотрю, вот ННН, лидер групп, который выступает агентом. Сбиваем сюда ННН и смотрим. Уставной капитал у агента 10 тысяч рублей. Ну ладно, скажете вы, Артемов, что такого-то? Есть же застройщик. Давайте проверим застройщика. Смотрим, и здесь 10 тысяч рублей. Если, соответственно, пойдет что-то не так, я претензии буду предъявлять застройщику. А как мне что-то с него взыскать, если у него уставной капитал 10 тысяч рублей? А мы ему, друзья, несем миллионы за наши квартиры. Есть такой ресурс за честный выбор. Он, кстати, есть и на моем сайте, где можно проверить любую новостройку из застройщика перед покупкой либо продажей недвижимости. Вот туда мы вбиваем ННН застройщика из, извините, агента лидер групп. И видим, что генеральным директором является Гайденко Сергей Николаевич. Который, по данным базы, выступал учредителем компании, которая называется «Ломбард для вас». Вот это поворот! А согласно данным Минстроя России, один объект у застройщика считается проблемным. Это жилой комплекс Трикита. Двух китов сдали с большой задержкой, а третий все никак не может доплыть. Конечно, кто приобрел квартиры три месяца назад и более, не могут не радоваться такому росту цен на недвижимость. Но не забывайте, когда вы будете продавать вашу квартиру, вы будете конкурировать и с застройщиком, и с такими же инвесторами, как и вы. К этому нужно очень грамотно, друзья, и правильно подходить. Если нужна помощь с подбором недвижимости, звоните. Говорить, конечно, можно долго, но для меня хороший показатель посмотреть качество дома после его сдачи. Давайте, друзья, пройдем и посмотрим этот дом внимательно. Первое, конечно, что бросается в глаза, это катастрофически, по мне, не хватает зеленых насаждений. Но здесь оно и понятно. Внизу же подземный паркинг и земли практически нет, поэтому вырастить что-то здесь проблематично. Ну и дом, конечно, комфорт-класса, а здесь, обратите внимание, обычный песок. Как это удобно и практично, когда ребенок об него разбивает колени, а потом всю грязь вы заносите в свои квартиры. Но зато вентиляторы дыма и удаления очень эстетично смотрятся на фоне этого фасада комфорт-класса дома. Фасад дома, конечно, на любителя. Вроде смотрится ничего, но есть такие места, где видно большое расстояние между фасадными плитами. Недорогая урна, самая недорогая скамейка. Все это под открытым небом. Но плюс то, что безбарьерная среда, вход сразу в подъезд. Видно, что за 4 года дверь уже как следует проржавела внизу. Небольшой такой трап для того, чтобы можно было беспрепятственно без вот этой ступеньки в 3 см закатить коляску. Здесь припаркован велотранспорт, благо двор закрыт. Но если пройти вот сюда, где как раз идет вход, там мы видим и лестничные марши, и трехэтажный пандус. Ну, здесь, конечно, отмечу, что есть вот такая штука, которую можно в грязную погоду вытереть ноги и не тащить грязь в свой подъезд. Ну, конечно, вентиляция с парковки, торчащая пена, металл, который, видно, уже ржавеет. Это, конечно, не внушает мне особого доверия к застройщику этого дома. Ну, вызываем диспетчера, набираем 145. Есть тамбур, это уже хорошо. Огромное количество почтовых ящиков. И очень здорово, что они, кстати, прозрачные, это удобно. Сразу понимаешь, есть спам-эквитанция, либо его нет. Обустроено все в морской тематике. Здесь такой, знаете, воздух совсем не двигается, потому что нет вентиляции. Подсветка китайская, которая такая, знаете, здесь поярче светится, здесь потускнее. Вот здесь видны следы от влаги, что были протечки. Текло, скорее всего, нет. Где-то была протечка. О, есть урны под спам. Тоже здорово. Как сильно-то гудит. Лифтовой холл. И здесь у нас всего два лифта. Груза пассажирский и пассажирский. Отмечу сразу, что двери достаточно широкие. А мы с вами поедем на самый последний этаж. А вот и управляющая компания от застройщика. Ну, с названием понятно все. Вот тебе и комфорт класс. Вместо отиса, алекс лифт. Сам, конечно, лифт весь такой, знаете, морской тематики. Но если просто посмотреть, это, знаете, вот на черные саморезы прикрутили орк стекло, какое-то тоненькое, на котором вот это напечатано. Ну, смотрится, друзья, это колхозно. Такое ощущение, что обшили лифт для того, чтобы строители просто его не убили, пока идут ремонты у людей в квартирах. 17 этаж. И здесь на 17 этаже для меня, например, лично небольшое количество света. Его катастрофически, я считаю, не хватает. Всего лишь здесь две светодиодные лампы. Ну, хотя бы так. Якорь могли бы, конечно, все это сделать более цивильно. Это просто краска. Причем достаточно неаккуратно покрашено. Вот за этой недорогой противопожарной дверью находятся как раз квартиры и межквартирный коридор. Ну, большой плюс, хотя бы здесь указали, по какую сторону какие квартиры. Вот видите, даже здесь на камеру видно, что со светом достаточно тяжеловато. Труба, вот тут чувствуется горячая вода, есть теплоизоляция. Опечатано, опечатано. Ну, конечно, вид такой, невзрачный. Но видите, как в домах комфорт-класса вот такие замки. Перестойрую камеру на 30 кадров в секунду, чтобы было хотя бы что-то видно. Но видите, такие замки, конечно, я считаю, не могут быть в домах комфорт-класса. И если обратить внимание, то двери-то у всех разные. То есть дверь от застройщика меняют практически все жители. Вот дверь от застройщика. Вот она. Все остальные уже давно ее поменяли. Выходим. Да. В современном доме мусоропровод, который уже изначально заварил застройщик. Вот для чего пропадает это место, мне, честно говоря, непонятно. Ну, как непонятно. Все понятно, это старый был допотопный проект. Просто построили по нему для того, чтобы не вкладывать деньги в новые проекты. Ну, с переходного балкона, конечно, отличный вид. Это мы здесь видим, шатается как, как все это держится, ох, держится, строится. Страшно на самом деле, потому что таким застройщиком, когда я вижу такие элементы конструктивных, видите, здесь, обратите внимание, здесь уже пошла ржавчина. Вот он, соответственно, вентфасад. Здесь кое-как наляпали на потолок. Гидроизоляция выполнена тоже, знаете, достаточно небрежно. Вот здесь видно, что пропустили, вот там в угол куда задувает сто процентов. И вот стяжку здесь сделали. Сделали стяжку, хорошо. Ну, вот здесь, знаете, такое ощущение, что кто-то обгрыз. То есть, он-то хотел кушать, что сгрыз просто весь этот цемент. Ну, уныло. Уныло все это смотрится. Достаточно уныло, не обслужено. Вот здесь у меня, например, большие, да, вопросы. Вот он, алюминиевый профиль к нему. Тут крепится, там крепится. Как-то, ну, вот все, знаете, так сделано на вось. Наверное, так это можно сказать. Но отсюда, конечно, мы вот начинаем видеть вот этот дом. Ну, вид на Финский залив, конечно, будет с самых высоких этажей. Проемы здесь окон, увеличенная площадь. Это, конечно, может нравиться. Вот я как раз говорил в ролике про вертикальное остекление. Вот они лучше остеклены сплошным, видите, остеклением сверху дониза. Вот сразу вопрос. Как его крепили? Буду ли я видеть и слышать соседей? У меня очень много вопросов. Это, конечно, нужно смотреть все вживую. Но, как обычно, на стройку никто не пускает. Естественно, конечно, здесь радует то, что большое расстояние между домами. Виден мост. Но вы же понимаете, что где идет кольцевая, вернее, там заседе, постоянный шум и копоть от автомобилей. Но вид, конечно, отсюда хороший. Но, друзья, что? Мы с вами выходим на лестничный марш. Здесь мы видим, что штукатурка выполнена, как называется, караэт, окрашена желтой краской. Могли бы просто сделать ровно, смотрелось бы неплохо. Но, в принципе, кстати, отмечу, что смотрится ничего так. Здесь достаточно чисто. Видно уже, скорее всего, потом налепили пороги. Лестничные марши в комфорт-классе дома, с завода. Просто привезли готовые марши и здесь их приварили. И вот такие перила. Ну, конечно, я считаю, что должно быть совсем по-другому. Потому что в нормальных домах с настоящим комфорт-классом все это, друзья, выглядит совсем-совсем по-другому. Вот мы поднимаемся на самый-самый верх. Давайте посмотрим, что у нас вообще на самом верху. Открыт ли вообще выход на кровлю. Можно ли туда попасть? Здесь сразу обращаем внимание, что огромная трещина. Тут у нас это испачкали. Вот обычная недорогая дверь. Здесь закрыта. Фурнитура уже болтается. А дом-то всего 4 года. Должен быть новым и современным домом. Обращаю внимание, что дверь плотно не закрывается. А здесь, как говорится, картина маслом. Приплыли. Мох. Проржавейшая конструкция. Вот такая, видите, арка. И все ржавчине. Вот краска отваливается. Здесь все ржавчине. Конечно, доверие мне это не внушает. Здесь уже вырос мох. Разрушается. Хотел сказать, штукатурка-стяжка. Видно, что ее уже делали. Разрушается, потому что не очень хорошего она качества. Здесь что-то подкрашивали. Дверь красили. Господи боже мой. Вот смотрите, видите, вот это все от чего? Это от того, что сюда попадает влага. Да, здесь сильно воняет маской. Нет, ключ. Ох ты. А что это у нас здесь такое? Ну вот видно, как с кровли капает вода, друзья. И ничего хорошего в этом нет. Там что-то хранят. Понятно. Да. Вид, конечно, вот этого всего. Не может у меня внушать доверие. Вы только обратите внимание. Это нормальный свежий дом. Через 4 года, возможно, с новыми домами будет, соответственно, все то же самое. Обычные перила, обычный черный металл. Сами вот эти переходные балконы, я считаю, это пережиток прошлого. Давно уже так многие не делают. И нужно делать правильную экономию места. Это все пространство можно было дать под квартиры или под среду для всех. Ну, проект, как я уже говорил, старый. Здесь, соответственно, как и есть. У меня просто, друзья, нет слов. Вот вы тоже напишите в комментарии, как вам вот это. Вот это нужно реально все смотреть, потому что если это не посмотреть, то да, ты смотришь, вот оно все красивенькое. Вот он виден утеплитель, местами там не доделан, не знаю, там доделан, тут видно, кусков нет. Здесь мы видим кирпич, видим бетон и понимаем, что да, у нас все здорово. Но когда у вас стенки к соседям из другого материала, из керамобетонных блоков, 20 сантиметров толщиной, это звукоизоляция, друзья, не будет. Об этом, кстати, в одном из моих роликов рассказывали жители Георг Ландрин. И мы с ними сделали тест, и действительно слышно, как кто-то ходит, играет музыка. С одной стороны, хорошо, но я хочу жить в тишине и, в принципе, никого не слышать, кроме своей семьи. На стройплощадке здесь видно большое количество строя и материала различного, вагончики, где вон там вещи сохнут, что-то, похоже, может быть, строители кто-то здесь и живет, не знаю, не видел. Ну, конечно, на стройке виден бардак. Тут навалено большое количество мусора. Вот здесь, например, строители мы видим как раз, вот они что-то там застыли, здесь все уже обшито, то ли исправляют косяки, то ли что-то доделают, работает кран. Вот и офисы внизу застройщика. Но вот видите, на данный момент все не так хорошо, как хотелось бы. Если, кстати, нужно идти к метро, то метро Приморская находится вот там, и туда пешочком-то достаточно далековато, друзья. Я так полагаю, минут, наверное, 30 идти. А чтобы быть точным, давайте-ка мы это проверим по картам. Ну, а если верить картам Яндекс, то до станции метро Приморская 2,5 километра и 31 минуту пешком. Ну, друзья, конечно, это достаточно долго, считаю я, идти пешком. Но, может быть, у вас совсем другое мнение. 16 этаж. Так крепко закрывает, что, например, ребенок не откроет эту дверь. Слышали, с какой силой я ее вырвал? А это, друзья, дома 4 года. Так и строят. Ну, кстати, большой плюс, что здесь на лифтах есть указатели. Понимаешь, этот лифт на втором этаже, а я на 16-м. Да, вот он тоже указатель. А этот лифт на шестом этаже. Ну, вот здесь видно, что плитку поднимали, и какие-то производили манипуляции с потолком. О, слышите? Вот как раз вот здесь будет постоянно трещина. Здравствуйте. Ой, корги какой хороший. Ну, вот здесь тоже видно, что... Ох, как грязно тут все. Вот она трещина пошла здесь, и, соответственно, здесь. Потому что разные материалы, и у этих материалов разные сопряжения. Снова приехал маленький лифт. Едем на первый этаж. Пока едем, давайте проверим, как здесь все работает. Вызов принят. Здравствуйте. Очень плохо вас слышно. Как меня слышно? Проверка связи. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Не понял, что вы сказали. Очень плохо слышно. Но главное, что вы слышите меня, и можно звониться. Спасибо. Вот здесь на информационном стенде есть перечень определенных услуг. Я посчитал общую сумму. Она составила 33 рубля 78 копеек. Это с квадратного мира. Но не считая того, что вы будете использовать ресурсы, соответственно, для себя. Долг по дому 5,3 миллиона. Это достаточно, друзья, большие суммы. Видите, куда забрел? Вот здесь клапан на случай пожара. И вот здесь как раз очень слышно, что постоянно то ли отсюда вытягивает воздух, либо это где-то в шахте дует из-за того, что это лифт. Ну, такое, знаете, такое ощущение, что ты плывешь реально на корабле. Не знаю, сделай ли это специально или так получилось. Так, едет грузопассажирский лифт. И вот мне интересно, пассажирский не идет в паркинг? Идет ли туда грузопассажирский лифт? А вот смотрите, как обслуживают. Видите, открылся кусочек. Вот светодиодная лента китайская. Так все и оставили. Пусть так и будет. Слышите шаги? То есть вышла девушка на каблуках, и это я слышу. И также вы это все слышите, друзья, в своих квартирах. Это то, о чем я говорил вам в начале ролика. Не с одного лифта, к сожалению, в подземный паркинг не попасть. Только друзья пешком. Ну, двор, конечно, назвать можно только унылым. Хотя, в принципе, вот эта конструкция достаточно симпатичная. Но для огромного такого дома, конечно, всех этих элементов достаточно мало. Отсюда, кстати, классно видно. Магеллан. Колумб. И Нахимов. Вот, кстати, друзья, только что сосед посетовал. Вот она труба идет. Вот идет, 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 идет. Вот этот шланг. И прямо сюда, в дренажную канализацию. То есть там собирается большое количество воды. И при помощи вот этого они ее подают вот сюда. Если Питер строили на болоте, то здесь все построено на намывных территориях. Когда-то здесь мы все купались. Я помню, даже развлекались, катались на машинах здесь. Воды-то было совершенно много. Наверное, максимум, мне кажется, сантиметров 80. Да, но при этом, друзья, вода-то никуда не ушла. Засыпали песком и гравием. Но это не значит, что ее нет. Если бы ее, кстати, не было, не было бы вот таких конструкций. Оп. О. А они есть. Вот здесь сейчас в центре кадра это такой некий парк. Но если присмотреться, то мы с вами увидим, что им, в принципе, никто не занимается. Высокая нестриженная трава, небольшое количество зеленых насаждений. Конечно, хотелось бы здесь видеть на порядок больше деревьев и больше ухоженной территории. Вот это сданный дом. Смотрите, газоны, которые сдавал застройщик 4 года назад. Что с ними стало? Ничего от них, друзья, не осталось. Здесь мы тоже видим, что только вот вытоптали траву. Когда-то ее кто-то покосил, но это было давно. И то какими-то кусками. Вот так и обслуживают за наши деньги наши дома. Чтобы утром выехать отсюда, есть два направления. Вот туда первое. И вот это второе. Либо наоборот, первое и второе. И вы только представьте, какое количество домов, сколько машин. И все выезжают вот в эти два узких направления. С утра здесь огромнейшая пробка. Об этом мне, кстати, рассказали не только местные жители, но и таксисты, которые привозят и увозят отсюда людей. Просто огромное количество квартир. И большое количество соседних комплексов. Посмотрите сами, друзья. Даже сейчас, прогуливаясь по такой бетонной дороге, больше слышно шума от ЗСД, нежели чем от стройплощадки. Друзья, вот он комплекс. До него примерно 25 метров. И здесь мы что видим? Здесь Россети строят подстанцию на 110 киловатт. А вот так, друзья, выглядит теплоизоляционный жгут Вилотерм, который здесь применяет застройщик. Он прокладывается между стенами к соседям, как раз где идут вот эти керамзитобетонные блоки. Прямо так сверху, а потом все зачеканивается обычным цементным раствором. Давайте я вам сейчас покажу круговую панораму, то есть на 360 градусов, чтобы вы сами понимали, где находятся эти дома и что сейчас вокруг. Если говорить о планировочных решениях, то они многообразны. Есть и стандартные планировки на любителя, есть и так называемые европланировки. Все в зависимости от того, что вам нравится. Внимательно посмотрите вот на этот рендер застройщика. Где деревья? Вот я вот здесь вижу их совсем немножко. Но будут ли деревья? Если мы откроем, друзья, с вами проектную декларацию, то увидим, что застройщик написал по поводу озеленения. Описание планируемых мероприятий по озеленению, устройство пешеходных дорожек с набивным покрытием, посев на газонах многолетних трав, посадку зеленых насаждений, кустарников. И здесь немного, но прочитайте сами из проектной декларации. Лично я не верю рендерам застройщика. Вот здесь пустыня, а у застройщика деревья. Но вы скажете, Андрей Артемов посадит деревья позже. Но кто, друзья, их посадит? Ведь в проектной декларации застройщика этих деревьев нет. Жду ваших комментариев. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк и не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на этот ролик. А также жду ваших комментариев. Ну а я, как обычно, не прощаюсь с вами, а говорю до скорой встречи. Только послушайте эти звуки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok